всем большой большой привет сегодня хочу немножечко снять такой салатик в общем то мы его очень любим это из баклажан болгарского перца морковки и этот салатик он делается в духовке чтобы не был таким тяжелым это для тех кто не любит жареная для этого нужно взять два баклажанчика помыть почистить два перчика болгарских тоже почистить и помыть марков морковку на по конечно же тоже вот таким вот образом нужно порезать баклажанчики и болгарский перец было бы неплохо сюда взять еще желтый болгарский перец или зеленый но у меня не оказалось я взяла красный болгарский перец на вкус это не влияет ну немножечко не так красиво выглядит но в общем салат вкусный обязательно попробуйте вот так нужно его нарезать разровнять чтобы было не не толстым слоем и поставить в духовку на 200 градусов примерно на 5 минут зуба тычкой попробуйте так чтобы баклажанчики были не совсем мягкие такие еще немножечко так жестковатые потом нужно будет с духовки вытащить баклажанчики и болгарский перец и остудить этим временем нужно взять морковочку натереть как на морковчу в духовку конечно же морковку не надо ставить ни в коем случае в эту морковочку нужно через чеснокодавку через терку натереть чеснок и добавить приправу вот у меня сегодня такая приправа для корейских салатов если у вас такой приправы нету то у меня в начале описания там есть приправы которые я дабы можно добавить вместо вот этих приправ корейских для корейских салатов получается вкусно тоже но обязательно потом даже если вы возьмете вот эту корейскую приправу вам нужно будет добавить немножко соли уксуса и растительного масла это обязательно вот потом все добавить и размешаете все когда баклажанчики остынут добавите в эту морковчу и получится очень вкусненький салатик как раз вот в летнее время и вообще кто любит корейскую кухню тот поймет о чем я говорю вот теперь салатик я уже приготовила сделала я обычно добавляю все специи на глаз и вот если сейчас вам не хватает соли там или перца вы хотите немножко острее можете спокойненько все это добавить и получается замечательно всем пока пока до новых встреч и хорошего вам аппетита